Иврейский Новый Завет. С комментариями и переводом Давида Стерна. От Марка, глава 1, 1. Начало доброй вести Ешо Мессии, сына Бяжева. Смотрите комментарии к Матитьяу 1, 1, 4, 3, 4, 23, 2. Написано у пророка Ешо Яу, вот, я посылаю своего вестника впереди тебя, он приготовит путь перед тобой. Малахия 3, 1, 3. Голос кричащего, в пустыне приготовьте путь Аданую. Выпрямите трапы для него. Ешо Яу, Исайя 40, 3. Стихи 2 и 3. Написано у пророка Ешо Яу, только две последние процитированные строки взяты из книги Исайя. Первые две находятся в книге Малахии. Свиток пророков начинается книга Исайя, обычно же на весь свиток ссылались по первой книге. Тем не менее, смотрите комментарии к Матитьяу 27, 9. Аданую. Смотрите комментарии к Матитьяу 1, 20. Стих 3. Голос кричащего. Этими словами начинается вторая часть книги Исайи, главы с 40 по 66, которая предлагает утешение Израилю и содержит множество упоминаний о Мессии. Кричащий. Это Йоханнен, духовно отождествляемый с Ильей, Ильяу. Голос кричащего. В пустыне приготовьте путь. Аданую. В синодальном переводе читаем. Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь господу. Большинство других переводов, как и первые две версии ЕНЗ, утверждают, что кричащий находится в пустыне. Однако, изучив пунктуацию массордского текста Исайя, я пришел к выводу, что это неверное прочтение. Пунктуация показывает, что слова «в пустыне» объединены с фразой «приготовьте путь» и не относятся к словам «голос кричащего». Хотя расстановка знаков не может считаться багодухнованной, она все же указывает на то, как евреи читали и понимали текст. В период до VIII века Н.Э. примерно в это время были проставлены пунктуационные знаки. Если нет убедительных доказательств в пользу того, что текст надо читать по-другому, то лучшим решением было бы предположить, что такая расстановка знаков верна. 4. И вот в пустыне появился Йоханан Пагружающий, который провозглашал водное погружение, символизирующее оставление грехов и обращение к Богу для получения прощения. Стих 4. Йоханан Пагружающий. Смотрите комментарии к Матитьяу 3, 1. Водное погружение, символизирующее оставление грехов и возвращение к Богу ради получения прощения, буквально, крещение покаяния, термин, для которого я применил расширенный перевод, более понятный современным читателям. Традиционный иудаизм различает погружение, для очищения и для обращения в еврейскую религию, но погружение, провозглашенное Йохананом, не было ни тем, ни другим. Смотрите Матитьяу 3 глава, первые два стиха и комментарии к ним. 5. К нему выходили люди из всей Иуды, а также все жители Ерушалайма. Исповдуя свои грехи, они принимали от него погружение в реки Ерден. 6. Йоханан носил одежду из верблюжьего волоса и перепоисывался кожаным ремнем, питался саранчей и диким медом. 7. Он возвещал, вслед за мной идет тот, кто могущественнее меня. Я не достоин даже, нагнуться и развязать его сандалии. 8. Я погружал вас в ваду, а он погрузит вас в Руаха-Койдаш. Стих 8. Руаха-Койдаш, Дух Святой. Дух Божий. Смотрите комментарии к Матитьяу 3 глава, 11 и 12 стихи. 9. Вскоре после этого из Нацерита, что в Галиле, пришел Ешоа и принял погружение. От Йоханана в реке Ерден. 10. Как только он вышел из воды, он увидел, что небеса раскрылись, и Дух Сашална. Него подобно голубю, 11, вслед за тем раздался голос с небес. «Ты сын мой, любимый мною. Я весьма доволен тобой». Стих 11 голос. Смотрите комментарии к Матитьяу 3, 17. 12. И в тот же миг Дух повел его в пустыню. 13. И он находился в ней 40 дней, и противник искушал его. Он был там с дикими зверями, и ангелы заботились о нем. Стих 13. Противник, Сатан, Дьявол. Смотрите комментарии к Матитьяу 4, 1. 14. После того, как Йоханана бросили в темницу, Ешоа пришел в Галиль, в Азвеща. Добрую весть от Бога. 15. Время пришло, Царство Божье близко. Отвернитесь от своих грехов и обратитесь к Богу и Верьте доброй вести. Стих 15. Божье Царство. Смотрите комментарии к Матитьяу 3, 2 стих. А, Царствие Небес. 16. Идя вдоль озера Кенерит, он увидел Шимона и Андрея, брата Шимона, забресывающих в озеро Сти, так как они были рыбаками. Стих 16. Вдоль озера Кенерит Галилейского Маря. Смотрите комментарии к Матитьяу 4, 18. 17. Ешоа сказал им, ойдемте, следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами людей. 18. Они Татча составили свои Сти и пошли за ним. 19. Пройдя немного дальше, он увидел Екува Бен Завдея и его брата Йоханана, чинищих Сти. Стих 19. Смотрите комментарии к Матитьяу 4, 21. 20. Он тут же позвал их, и они оставили своего отца Завдея в лодке с наемными работниками, и пошли за Ешоа. 21. Они направились в Каернехум, и в шаббат Ешоа вошел в синагогу и стал учить. Стих 21. Каернехум, Капернеум. Смотрите комментарии к Матитьяу 4, 13. Шаббат, суббота. Смотрите комментарии к Матитьяу 12 глава, 1 стих. 22. Они поразились тому, как он учит, потому что он не наставлял их, подобно учителям Торы, но так, будто у него были на то палномочи. Стих 22. Учителя Торы, книжники, не проходили обряд смеха. То есть не были рукоположены как раввины. Смотрите Матитьяу 21, 23. И потому не могли заниматься кедушем, введением новых интерпретаций, или производить Аллаху, принимать юридические постановления, смотрите Матитьяу 2, 4. Именно поэтому люди поразились, можно даже сказать, были в шаке. Ешоа учил как Реби, а не как книжник. Это первая причина для такого удивления. Второй же причиной было то, что он учил так, будто у него были на то палномочия. Каждый раввин должен был учить, или судить, пасок, в соответствии с Аллахой своего собственного раввина. Но Ешоа, у которого не было учителя, показал, что его власть превосходит власть любого из них. Стихи с 23 по 27 и комментарии к ним. Согласно его собственным словам, Йоханена, главы с 5 по 9 и особенно 12 глава, стихи с 44 по 50. Его власть была непосредственно от Отца, Бога. Смотрите также Даниил 7, 14, Матитьяу 28, 18. Наконец, в стихе 2, 10, Ешоа заявляет, что обладает полномочиями прощать грехи. Это высшая власть, данная людям, Матитьяу 9, 8, поэтому бывшие там, поразились, и этим словам 2, 12. 23. В их синагоге в тот момент находился один человек, в котором был нечистый дух. И он закричал, 24. Чего ты хочешь от нас, Ешоа из Нацирета? Ты пришел погубить нас, знаю, кто ты, Святой Божий. 25. Но Ешоа запретил нечистому духу. Замолчи и выйди вон из него. 26. Вызвав у человека судороги, он испустил пронзительный крик и вышел из него. 27. Все они пришли в изумление и начали спрашивать друг у друга, что это? 27. Новое учение и такая власть за ним. Он приказывает даже нечистым духам, и те ему подчиняются. Стихи с 23 по 27. В отличие от раввинов, у Ешоа была власть над бесами. Поэтому, новое учение, стих 27, так поразило слушавших. Торгун Онкелос. Толковый перевод, на арамейский, выполненный. Онкелосом, написанный в первом веке Н, Э, объясняет отрывок из Исаии 12, 3, ставшей песней для традиционного израильского танца. У Шафтэм Мэйм 6, ССН Мимэйанэй Айшо. И в радости, будете черпать воду из источников спасения. Следующим образом, и вы получите новое учение от первородного праведного сына Божьего. Таким образом, Онкелос толкует Исию 12, 3 как. Мессианское пророчество, определенно относящееся к Ешоа. В Талмуде сказано, что раб Биеханан бен Заккай, собравший совет, Санедрин, в явне около 90-го года Н, Э, на котором были разработаны основы иудаизма, развивавшегося после разрушения храма, изучая речь Шадим. Бисы, трактат Сука, 28, сторона А, но Шадим ему не повиновались, 28, и весть об этом быстро разнеслась по всей области Галиля, 29, они вышли из синагоги и направились вместе с Екувом и Йохананом в дом Шимона и Андрея, 30, у тещи Шимона был сильный жар, и она лежала в постели, и они сказали о ней Ешоа, 31, он подошел, взял ее за руку и поднял на няги. Жар исчез, и она стала помогать им, 32, в тот вечер после захода солнца к Ешоа привели всех больных и людей, находившихся во власти бесов. Стих 32, после захода солнца, под влиянием ПРУШ и ЕМ, фарисов, люди считали исцеление, в шаббат нарушением постановлений о работе, поэтому они ждали вечера после захода солнца. Согласно Аллах, шаббат, стих 21 официально заканчивается, когда на Нибасклене появляются три ЗВЕЗД и среднего размера, 33, и весь город ТОЛП и ЛСЯУДВЕРЫЙ. 34, он исцелил многих страдавших различными болезнями и изгнал множество бесов, но не позволял бесам говорить, так как они знали, кто он, стих 34, ибо они знали, кто он. Смотрите комментарии к МАТ и ТМЯКИЗНАК ЯУ 8 глава 4 стих о том, почему ИКРАТКОЕ ЕШАУА не признавал открыто, что он МЕСС и Я. 35, рано утром, когда еще было темно, ИКРАТКОЕ ЕШАУА ПОДНЯ ЛСЯ, вышел, отправился в уединенное место и молился там. 36, но Шимэн и те, кто были с ним, пошли за ним. 37, и, найдя его, сказали, «Все тебя ищут». 38, он отвечал, «Пойдемте куда-нибудь в другие дирвни ПОБЛ из Асти. Мне нужно и там проповедовать весть, ведь для этого я и пришел». 39, и они ходили по всему ГАЛ и ИЛЮ, проповедуя в их синагогах и изгоняя бесов. 40, один человек, у которого была отталкивающая кожная болезнь, подошел к ЕШАУ и УМОЛ и ЯЛ его стоя на коленях. «Если ты хочешь, можешь очистить меня». 40, человек, пораженный отталкивающей кожной болезнью. Обычно переводится, «прокаженный», но смотрите комментарии к МАТЭТ, мягкий знак ЯУ 8, 2 очистят. 41, полный сострадания, ЕШАУ протянул руку, коснулся его и сказал, «Да, хочу, очистись». 42, в тот же миг кожная болезнь оставила его, и он очистился. 43, ЕШАУ отослал его, строго предупредив. 44, смотри, никому не говори лучше, для свидетельства людям пойди и покажись КОИНу, и принеси жертву за свое очищение, о которой заповедал МАШЕ. 44, никому не говори, смотрите комментарии к МАТЭТ, мягкий знак ЯУ 8, 4. Пойди и покажись КОИНу, смотрите комментарии к МАТЭТ, мягкий знак ЯУ 2, 4. 45, но он пошел и стал распространять новость, ничего не утаивая, так что и краткое ЕШАУА не мог больше открыто входить в город, а оставался в селах, куда к нему отовсюду стекались люди.